Ну что же, всем еще раз здравствуйте. Совсем небольшая у нас была пауза. Inverse против Infinity. У нас одна по три серии сегодня. Вторая карта. На первой карте Infinity одержали неуверенную победу с камбэками и так далее. Ну, а у микрофонов прежнему мы. Это тоже верно. Коэффициенты на карту 1.06 на Infinity, 7.9 у нас на Inverse от нашего партнера GGBet. Пики-баны. Так, ну вот это, по-моему, на карту. Так, ну вот первое, что по первой карте, что можно сказать, у них очень неплохо солит Паркер. И я так понимаю, Паркер будет играть на морфе, судя по всему. Если морф будет, вот знаешь, есть морф от Тобсона, а есть, как бы, другие морфы, да? И вот это вот меня всегда смущает, особенно вот как раз в Южной Америке, потому что с морфом очень много разных... Если на Сларке у тебя, опять же, тоже есть много возможностей для ошибок, но на морфе эти возможности, они прям-таки удваиваются, как мне лично кажется. Может даже более сложные в плане исполнения герой. И вот если Паркер на нем умеет, то, возможно, у нас что-то интересное и намечается. А Infinity не оставили себе никакого хорошего прям лейт-потенциала. То есть МК, конечно, здорово. Я уверена, что это МК будет через БФ. Сейчас, в принципе, БФ, Аганим. Скорее всего, БКБ у него какой-то появится. Что у нас еще можно добавить? Что там? Что там? Опять же, есть вариант с бэтрайдером. Митя, это только... Америка. Только тут я так могу, а на остальных регионах. Ну, это даже просто вот команды, которых... Которые я, в принципе, не очень хорошо знаю, потому что они вот как бы, ну, на самых-на самых низах. И, тем не менее, здесь у них тоже есть определенные тенденции. Даже в пиках, если обратишь внимание, когда они там, например, когда они тратят дополнительное время. Я думаю, уже в аналитике вы должны были это обсуждать. Как они там распикивают героев. У Америки... Я всегда это говорила, я всегда буду говорить, что у каждого региона есть свои... Свои... Особенности, как бы, наверное, так это будет правильнее звучать. Все правильно. Так, ну давай, в рамках вот этого драфта, то есть... Ну, наверное, вряд ли они будут сильно что-то двигать, и, наверное, они могут себе позволить поставить им Монки Кинга против андерлорда, но неважно, в мид или в легкую. То есть им нужно подобрать героя, который также поставит против андерлорда и бэтрайдера. Любого абсолютно. Кто у нас есть? На карри лимит позицию. Может, ДП какую-нибудь взять? ДП вообще грустненько, ладно. Чё-нибудь ещё надо придумать. Войд? Типа, ставить этот самый... Хроносферу закрывать МК-арену? Это, конечно, сильно, но мне кажется, это не тот регион, где это произойдёт. Ну, давай, ты у нас тут спец. Чё бы рекомендуешь? Здесь очень сложно будет выгадать. Это и клопа. Ну, зря, зря, то есть, типа, клопа. Она не очень гибкая. То есть, если бы... Если инверс молодцы, они сейчас могут прям поставить андерлорда в мид, который неплохо сопротив клопы. Бэтрайдера поставить в сложную, который неплохо сопротив МК. И морфилу, типа, против бисмастера поставить. И, в общем, говоря, опять же, как вот было по итогу появления морфа, я говорил, что иметь драфт, у инверсная чуть больше. Вот так оно и остаётся. То есть, они по личному слову не могут проиграть, там что угодно может случиться, но драфт сверху в лучше. В разы. У них реально есть ответы на все вопросы. Есть, чем с бисмастером воевать, есть, чем воевать с клопой, есть, чем воевать с Манкикингом. Лейт потенциал, типа, выше, и т.д. и т.п. Ну, мне, опять же, я и в этот раз с тобой согласна. Мне тоже вот драфт у инверс нравится больше. Единственный момент, который меня лично смущает, это вот... Как раз он вроде бы не должен смущать, потому что Паркер на предыдущей карте, опять же, хорошо сыграл на Сларке, и, скорее всего, на Морфе у него тоже не должны какие-то такие серьезные моменты быть, какие-то серьезные ошибки. Но, знаешь, я видела Морфов с серьезными ошибками, даже гораздо более высокого уровня, чем вот этот игрок. И от него очень многое будет зависеть. Потому что есть такая ситуация, например, с бисмастером, который может получить очень хороший фарм, и потом просто бегать условно с МК, с Квин оф Пейн, убивать, перекачку нажимать, нужно воврю. Хотя, опять же, Бэтрайдер есть ответочка. Если это Бэтрайдер будет хотя бы наполовину так же хороший, как на предыдущей карте сыграл Пипи на Бэтрайдере в миде. Да, то они должны тут легко будут выиграть, то только на одних его плечах. Ну и посмотрим, сколько они вверхлинии поставят, как он поставит старт. Потому что они могут сейчас, знаешь, там все переделать, все переиначить, пойти вообще фиги узнать, покуда, и, ну, очевидно, тогда они проиграют. Я в этом ни капли не сомневаюсь, что у них такая возможность будет. Мне вообще очень нравится, как они распланированы. Я удивлена, что Бэтрайдера, честно говоря, отдали так поздно, потому что у них у самих был Никс, то есть против Бэтрайдера тут не так много героев. Даже в предыдущей, в принципе, игре, против Бэтрайдера у Сларка было больше возможностей как-то жить и выживать. Здесь нет никакого героя на подсейф, вот этот момент мне очень не нравится. Здесь там был еще и могли еще на самом деле работать против него. Здесь вообще ничего нет. ну это так. Смотри, по расстановке по линиям, пока ничего не понятно. Я вижу, как Бэтрайдер идет вверх, Морф идет вверх, Андерлорд стоит внизу под вышка снизу, типа под Т2. Исходя из этого, Андерлорд, судя по всему, планируется вниз. То есть, Морф с Бэтрайдером сейчас как-то послакается. Возможно, Морф мид. Но зачем? Вообще, непонятно. Ни одной причины не надо так ставить. У тебя есть на каждого героя противника контрпик. То есть, в Морфу, в Бэтрайдер отлично себя чувствует с масочкой быстро и так далее. У тебя в Андерлор, у тебя папа, это лучший герой на свете. Я не пойду, только одного поставили куда надо. Сейчас еще ФБ отдать на Денайд. Денайд обязательно. Не успел, не успел, Морфилом. Вот это, конечно, уже небольшой такой минус в плане первая, что хочется отметить. Это то, что ФБ забирает у нас Квину в Пейн. Ну, согласись, это уже сильно, потому что Клопа себе там какой-то реген принесет в начале. Может, Боттл тот же самый быстрее появится. И еще плюсов, которые можно ответить для Клопы. Это то, что Рубик находит вражеский вард, сразу же его снимает. То есть, у Клопы в миде должно быть уже очень серьезное преимущество. И вот Паркер останется как раз опять же в миде на своем морфе. Будет без Вижена с против Клопы, которая забрала ФБ. Такой еще вопрос. Как часто видишь Некса с Моноберна на первом уровне? Прости, Ну и теперь это 100% мисклик был. Он когда подходил на хайграунд, он хотел всех застанеть. Качал, видимо, быстро ИПЛ и вот мискликнул. Тут все очень просто. Я бы другой его... Либо хорошо... Либо он максимально плох. Либо он изначально планировал против Энчандрас и МК на первом уровне. Ладно, я не знаю на самом деле. нет, тут ни одного варианта другого нет. Вообще нет никакого варианта. То есть это только мисклик? Ну, типа, либо он специально это сделал просто потому, что он не очень умный. Я думаю, что все-таки нет. Будем придерживаться официальной версии, что это мисклик. Да. Потому что по факту Сед Моноберна вот в рамках такого драфтового противника наверное нужно будет уровень на 11. Там есть лишний скажем так скиллпоинт, который просто некуда потратить. Я просто вот он реально пошел и уже просто Моноберн нет. Энчантерс по полной. У нее 24 интеллекта умножаем на 3,5. Да, то есть это реально не очень круто. То есть ей вообще все равно. Он тратит больше. Вот именно, вот именно. Ей вообще все равно. Она просто улыбается с Энчантерс уже полностью. Кстати, за стиками пришел. Энча, кстати, не очень умна в том плане, что взяла вот этого тролля Берстеркера. У него, конечно, урона побольше, чем у тролля Хиллера. Но как раз таки видишь, что у них самона Берстеркера. Ты берешь тролля Хилл Пристал, который у вас плане Манереген флотовых. Просто идешь у тебя лишних вот то есть один-два своих. Будет 3,7. Кстати, между его заклинаниями реально будешь историть всю ману и пусть с него подхил. Убери второго и 15 подхила и Манереген. Пусть не прогадаешь. Вообще удивлена, что Никса отдали. В последнее время этот герой из банов у меня лично не улазит. По крайней те игры, которые я комментировала. Здесь Никса отдают еще и разрешают Батрайдера забрать. Интересно. Так, в миде давайте посмотрим, что у нас творится, потому что предположительно. Ну, во-первых, опять же, вот третий уровень есть у Марфа, он себя уже покомфортнее будет чувствовать. Но, как и ожидалось в начале копа, чуть-чуть больше будет доминировать. 11 на 5 на данный момент. Даже больше, чем чуть-чуть, на самом деле она в два раза сейчас доминирует. Притом и по добитым крипам, и по заденайным. бестмастер, что у нас 12 на 2, то есть у бестмастера тоже все хорошо. Мы видим, все, пока у сейчас у всех трех героев все отлично. Единственная такая прям радость это андерлорд, который на первом месте по крипстату, тут ничего удивительного нет, надо, в принципе забрать и что-то сделать с андерлорд вначале сложновато, и тем более здесь андерлорд все-таки ближе к своему тавру стоит, у него должно быть все максимально комфортно. Но проблема в том, что у тебя опять же как в первой игре должен фармить другой герой, некий паркер на морфе, то есть андерлорд реально очень хорош, тем более может он потом если будет все замечательно фарминуть аганим, реально будет тем парнем, который развалит абсолютно все здесь, но, скорее всего это будет не так, он опять соберет какие-то спортивные артефакты и вся ставка будет идти на морфа, а у морфилы реально все плохо, противопы. Ничего не получается, главное сейчас еще на 4-й минуте руну не отдать, и вот рубик по-хорошему должен стягиваться, и нечая даже на никса гонять. Ну, никс. У него кстати в этом плане все хорошо, у него есть адаптив страйк, точнее его нет, тогда можно было пойти подраться. Ну, руны сверху морф остался без павраб, но и копия монет в истории тоже не дали. Кстати, сейчас возможно кто на что по рубику, рубика пока нет желания куда-то перемещаться, а есть желание у нчантра, нчантра, кстати, есть желание, она возможно сейчас и переместиться, но долго на самом деле с танчиком попадает, в это время нас погибал, оооо, но зато морфа до вырезали причем попасть делал до ультимейта она его не потратила, что первое, что хочется отметить, энчантра погибла, должна передать какой-то такой пламенный привет своему мк, кстати телепорт сюда делает куинов пейн и сейчас будет нападение на бэтрайдера, вот в этот раз попадает палкой, можно было не тратить то же самое хотел сказать абсолютно верно, что ультимейт здесь был наверное чересчур так станчик станчика начал забрать она просто не поверила своему счастью если бы посмотрела на ману можно прыгнуть забрать вторую нормально так разворачивается карапасов замедление но без карапасов просто убейте его она сейчас не просто не верит потому что никс ходит все это время ты понимаешь что никс пришел на линию с мк без карапасов на третьем уровне чел который набивает 4 заряда бьет палкой и ты реально вот всегда гарантированно можно не на эту палку среагировать ну либо на этом отменить под конец но глобально то есть нельзя ее прокастовать так чтобы этого не заметил не увидел и контроля у них нет чтобы у тебя не получилось карапасно жить и он их не взял я просто в шоке реально вот южная америка вот именно так я себе ее и представлял все эти годы и вот теперь ты ее комментируешь побольше бы без проблем могу организовать так что по андерлорду андерлорд уже даже с мастером на одном уровне то есть на карте пытался закрутить на клапан не получилось в итоге он умер приходит палками сует и задынает не получается на скорее всего и он не добил квапу у нее сейчас будет а кстати на самом деле уходил как мне кажется уходил аквинов пейн там что у меня был блин буквально через секунду я просто не понимаю что происходит я скажу так у нее было 50 хп и порядочных хапоригена 10 тысяч миллионов процентов мк просто не знал что аквапа его центральный игровой персонаж играет с ядом в один и поэтому задинаил думаю что он умрет здесь яд в один тик по 30 там он вполне мог нет он 100% выходил у него через 2 секунды был блинк он выживал я про то что он мог типа блинкануться куда-то то есть а куда он блинкуется там он типа тоже мог бы догореть но у него реально хватало хапоригена шестеры своей и хватало хп что-то пережить тикияда поэтому не знаю зачем он его сденавил ну ладно взрослых попала на фулах вот она уже идет на линии типа норм итак у нас нападение на энчантрес мк раскастовывать арену будем или нет вот пошла та самая арена энчантрес в любом случае погибает но в размин на бэтрайдера еще отбрасывает рубик у нас альтертитана никс в этот раз неплохой стан ну и прыгает дальше прыгает дальше стан в кулдауне моноберн его быстренько хорошо моноберн не срабатывает гнов пейн играет супер агрессивно супер нагло перемещается просто по карте курьера еще забирает 2-10 5 тысяч преимущества у нас на 8 минуте ну знаешь по-моему что-то знали у нас все-таки наши партнеры габет давай так ты никогда не знаешь наверняка что морф приедет в центр и приедет куапа и просто убьет его ну знаешь она же только что это сделала второй раз и как бы морф очень сильно опускается из-за этого это первый момент то есть здесь они проиграли триллии ты никогда не будешь знать что никс приходит на первом уровне с моноберном то есть как бы ладно но в пейн то есть ну убила ну допустим переиграла у нее было фб у морфа сняли вар то есть такие вот мелкие моменты да они в любом случае ты сам знаешь как вот там ноуан рассказывал насколько микро моменты могут полностью изменить ситуацию в виде я про то что завтра соберу с пацанами в каком-нибудь пабе там еще что-нибудь неважно где-нибудь и реально будет шутка дня приходит нюкс на линию кмк и нч и качает моноберн и кстати это просто будет хит я с этой шутки посмеялась если честно ну просто тебе все равно никто не поверит но вот нападение на элтертитана рор от бестмастера под табором практически бывает бетрейдера есть лассо сейчас можно это лассо давать лассо дается в беста и квапа приходит разбирается с бетрейдером который без лассо у нас цепляют еще и андерлорда который пытался уйти с помощью телепорта жаль не дали ему этого сделать 6000 на десятой минуте ломают т1 табор по боту квапа уже выходит ворчет достаточно в принципе ранний по таймингу с таким темпом игры у нее он появится бестмастер уже имеются некра второго уровня в это время параллельно как ну видимо ультимейт нажал и все морф просто умер тут 80 хп ну то есть так это работает ты кидаешь какое-нибудь копье кидаешь скорее нажмешь ультимейт у морфах окончается да тут знаешь зато 4 типа паркер получается вот такой вот ну да фарминг хоть где-то ну морфила морфила 2800 квапа 6200 ну здесь вот понимаешь на сколько большая разница по первой игре на самом деле это еще был бы трайдер у которого знаешь пока он трвела себе не нафарминг он пытается как-то более пассивно играть а здесь квапа которая даже без ультимейта в любом случае будет наносить урон и полезно нападение кентавр не успевает почти реально было близко к этому камню но нет и вот сейчас мы смотрим 7000 преимущество растет баунтосы пошли и бэтрайдер вот не знаю на самом деле мэлей вот ситуация когда ты проигрываешь ну скажем очень серьезно да стоит ли покупать трвела либо лучше попытаться наоборот купить блин и уже как-то быть таким знаешь пушечным тем самым кто будет просто врываться и пытаться давать фраг это непонятно не могу тебе сказать потому что это все индивидуально для каждой игры ну свои паттерны то есть где-то ты можешь а где-то ты не можешь то есть мне кажется не важно что он уже купит любой сад это сироп поражением что вот папа прыгает и орчит у нее будет через 200 секунд прыжок будет еще один скрим еще один ультимейт если очень надо будет так справилась опять же орчит по таймингам был на 11 минуте согласитесь орчит хороше да тут в принципе учили что это не просто орчит какой-нибудь там что распили зачастую покупает буквально простой тапок условно 0 там может быть ботал и вот он значит готов здесь же реально то есть 20 ботал пт и орчит сверху вот морфила здорово перекачки на ловкость это мэкерри так во первых это это миллер так что не будем настолько строги спадкоп от рубика по элдер титану элдер титан возможно и уйдет нет нет я недооценила рубика в этой ситуации и 4 левел никс на 13 минуте против 7 рубика практически 8 сейчас будет готова линза 10000 на 13 то есть тут нет знаешь если честно если они сейчас пойдут опять же давить и отдадут морфу все стрики может гипотетически конечно может закомбачить просто как отдать стрику морфу 8 уровня на а посмотри на морфа стоп 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 я пошутила посмотри на морфа застрял нет он просто все простроен да отлично отличная игра отличный регион такой я просто первый раз сейчас на самом деле то есть я комментировала южную америка у меня было много чего пойду что-нибудь свитер напишу по этому поводу я я не знаю как это описать ну за что ребята ребята зачем мы так я вас везде хвалю говорю как вы любите доту как вы стараетесь какие вы позитивные в чатике в лобби когда собираются и здесь они вот такое мне устраивают мне мне неловко ребята это же мой регион это же моя южная америка северная мит честно северная америка я уже слышу ты пишешь да подожди подожди да нет я не могу подожди я первая должна была написать это мит ладно я я ритмит на самом деле аналитика после этой карты такова пики здесь не значит ничего потому что какая разница какой пик когда никс на первом левеле берет моноберн это в цитаты а пока мы с вами прощаемся всем спасибо кто смотрел это замечательную веселую карту микрофонов были мило и иномейт увидимся с вами со мной через пару дней с Митей вы увидитесь чуть попозже он пойдет отдыхать наверное да сначала я пойду проорусь а потом уже ну всем хорошего настроения и пока пока пока